Здравствуйте, дорогие друзья! Матч бронзовой лиги, в которой встречаются дядьки против Дюзейн Фасад. Дюзейн Фасад команда нам известна. Это команда, которая была раньше под названием Команда. Тоже играла в бронзовой лиге. Ну и формы особо не поменялись, поменяли лишь только название. Ну а дядьки, можно сказать, существенно перестроились по составу. И сейчас у них много изменений. Половина газ-мяса бывшего присутствует. Сегодня будет помогать мне на комментарий тумбе Дудер Сергей. Он же участвовал и в суперлиге за команду Сфарок, который сейчас уже не участвует, а участвует лишь только под названием Сфарок-2. Ну он же и играет периодически за эту команду. Всем хорошего времени суток. Ребята, разыгрываем мяч вперед при начальном ударе. Разыграли. Гудыма. Играет на полищука. Сцепился полищук. Бойко Андрей. На дороговоза отдавал эту передачу. Ну, так как поле скользкое, у нас сегодня было часто дождливо, то есть трудности. С обработкой мяча, и именно так со старта сразу прочувствовать, это непросто. Капитан Андрей, Буряченко Андрей. Сцепился. Это рука. И первая команда из замечания получает. Юзейн фасад. Счастюк сегодня, кстати, в роли голкипера. Ему приходится подстраховать свою команду. Есть трудности у этой команды собирать по воскресеньям вратаря своего. За часу он занят, а вот у дядек сегодня Соборев. Защищает на воротах. И знаем этого вратаря очень хорошо. Бурба Андрей переходит в атаку. Хороший удар. Удар у Бурбы отличный. Есть, конечно, небольшая пауза именно в зальном. Ну вот на такого уровня поле. Все же не участвовал в турнирах он уже где-то примерно полгода. Но был хорошим бомбардиром бронзовой лиги прошлого сезона. Позапрошлого себе точно. Дэк вон. Растрел. Никто не закрыл дальнюю штангу. Ну и такое бывает. Начинает в атаку свою дизайн-фасад. Полищук. Хороший прием. Дороговоз ищет, куда отдать передачу. Отдает на Полищука снова. Больше, наверное, владеется из этих стартовых минут дизайн-фасад. Наверное, дядька и вторым номером решили отыграть эту игру. Еще отдали контроль команде в белом. Дороговоз. Борется. Скрипка отдает передачу на Буряченко. Эта передача не доходит до адресата. И сразу же, сразу же попытка дизайн-фасадов взорваться в атаку не выходит. Разглядел судья, что не все избавились от своих аксессуаров. Цепочек. Дороговоз, в частности. Скрипка. Отыгрывал на Соболева. И вынос сделал. Опять переходит в атаку. Хороший удар от Дороговоза. Плотный Соболев парирует. Не просто, кстати, голкиперу вытаскивать такие мячи в дождь. Для команд, которые будут играть у нас в такой атакующий футбол, то это даже плюс, я уже сказал. Да, более красочная игра получается. И более открытый футбол. Наверное, и больше эмоционально все-таки получает удовольствие. От быстрого футбола чем-то. И опять воротарь на месте. Надежно выбирает позицию, но это пока что. Ну, Соболева будет сегодня. Судя по всему, много работы. Сюк играет левее. Бойка Андрей на Гудыму. Ну, тут уже, наверное, холостая попытка попробовать уйти в контратаку. Бороц там барбанул. Ой, прошу прощения. Бурба Андрей. Полищук. А эта передача явно неудобная для Гудымы. Разыграли Декун и Скрипка. Снова Скрипка играет между игроков. Буряченко развернулся, протягивает. Хорошо. С ударом заблокировал андарду. Бойка Андрей заблокировал его. Верховой мяч. Кстати, достаточно пока что равная игра. Больше шансов было, конечно, у дюзейн-фасада. Но не скажу, что легко дается играть. Согласись. Но воротарь на месте у них стоит. Это уже немаловажно. В отличие от дюзейн-фасада, что мы повторимся сегодня. Сисюк Николай, капитан команды, которая обычно играет в поле. Защищает ворота. Не получилось приема. Угудимый Сергея. И атака остановилась. Начинаем свою атаку дядьки. Бурба. Пробил прямо в поле щека. Не опасно. Сисюк как-то, я бы сказал, даже уверенно выглядит на воротах. Понимал, что ему придется, собственно, защищать. Водима. Друговоз. Защития пока отыгрывает успешно, дядьки. Да, у них зачастую практика на самом деле играть именно все-таки вторым номером. Хорошо. Получается, эта команда с большим опытом, они открывали наш турнир в самом первом турнире, в самом первом матче. Играли они тогда против Легиона, того Легиона, которого сейчас уже нет у нас. Они уже старожилы такие. Да, настоящие старожилы. Это именно Бурячанга Андрей и был тогда капитаном. Ну, вообще, на самом деле, тогда был капитан Харчика Василий. Но сегодня его нет с нами на матче. Отсчитывает судья. Бурба Андрей отыграл пяткой. И в контр-даку переходит фасад дизайн. Но все-таки опять блокирует их удар. Дороговоз. Он заиграет на поле щека. В замахе пытается обойти скрипку, но скрипка не так просто даст. И у него хорошие скоростные данные. Даже в столь скользкую погоду не растерялся, не дал себя обыграть. И будет разыгрывать аут дядьки. Сохранил мяч своей команды. Немножко сумбурно. Буряченко подает, ну, туда, прям на ворота. Семечки даже для играющего поля вратаря. Которому сегодня приходится отстаивать там. Соболев. Ну, мне кажется, больше сейчас фасад дизайн будет подключать пятого. Так как они уверены, что у них пятый игрок полевой. Полевой, да. И им будет так комфортнее, как мне кажется. Я думаю, на самом деле, что рано им это делать. Потому что рискованно. Не горит ведь сейчас забивать. Неплохо в целом игра дается. Ну, вот у Соболева, по-моему, задалась, кстати, игра. Вот дает и знак тот, что вратарь полевой игрок. Не уверен, а игра от него. Отыграл он на воротах, но тоже не смог забить. Хороший прием. Но продолжение эта атака не имела. Щесю. Будет водить от ворот. Девять минут встречи. Восемь минут встречи, если быть точным. И стекло. Павлов. На дороговоз отдавал эту передачу. Евгений. Декон. Скрипка. И Бурба так хорошо. Стеночку сыграли, да. Снова скрипка. Бурба на замахе. И можно на ударную выходить, то и делал. Хороший послел, конечно, был. Если бы немножко он отдавал на вратарскую зону, то там бы было замыкание атак. Дальнюю штангу у них пока никто не закрыл. Я думаю, сделают кое-какие выводы. Непростой матч выдался у дядек в первом туре. С Вайлдоксом они встретились. И, честно говоря, так как Вайлдокс это часть этой команды, отделившейся молодых ребят, то они проиграли. Можно сказать, с таким... Разгромным счетом. Да, разгромным счетом. И вот сейчас как раз, когда дядьки играют, можно сказать, газмяс и чисто дядьки, без доп заявленных игроков, то я скажу тебе, что в целом показывают неплохой матч. Мне так вот, на первый взгляд, кажется, что они чувствуют игроков. Они вот знают друг друга. Как будто сыграны, да. Это все-таки большой залог того, что два коллектива играют, но если быть даже точным, то всего два футболиста со стороны дядек и весь газмяс. Опыт есть какой-то. Григорий Орелов передал на Боряченко. Он же попробовал прокатить, обыграть. Андрея не удалось. Гудыма на Павлова. Снова Гудыма. Разыгрывают за день. Пытаются найти свободные зоны, но... Нет, так это опасно. Бурба отыграл обратно. Григорий Орел. Прострельная передача. Павлова подает. Как-то, мне кажется, темпа не хватает. Дизайн-фасаду, чтобы удивить и, наверное, заставить понервничать дядек. Вот хорошее решение за счет индивидуальных действий. Но Соболев Андрея не на месте. В который раз уже за сегодняшнюю мать. Чистюк бросает. Гудыма с мячом протягивает. Вот на этот ложный замах повелся Боряченко. И я, честно говоря, тоже считаю, что в этой ситуации ничего не было. Возможно, Гудыма, просматривая это видео, и самой не согласится. Но зацепил, и, судя это увидел, все-таки в конце концов, и будет пробиваться штрафной удар. Гудыма и будет пробивать этот штрафной. Гудыма. Решили разыграть. Вот неприятный отскок. И чудо происходит. У нас в Фавратарской. И тут тоже фол. Сцепили Боряченко Андрея, капитана дядя. Разыгрывает они с Григорием. Подает Орел Григорий туда, просто в пустоту, налево. Не точно это явно. И вот уже мяч снова у дизайн-фасада. Ну, перекрывает. Перекрывает свободные зоны дядьки в защите. Да, это залог того, что пока что 0-0, но своих моментов они тоже пока что не нашли. Согласись? Да. Создают, пытаются создавать много моментов, но что-то не дают они результата. Четыре секунды идет, нет? Да, там считают. Сумбур. Драговоз. Продолжается атака. Перехват от дядек. Ну, такой. Я бы не сказал, что Иваницкий Денис смог как-то взорваться, потому что по скоростным качествам не просто убежать. На опережение игрок был. Дизайн-фасада. Вот снова Иваницкий Денис. Пустые ворота увидел. Но Щасюк вернулся тут час. Лево, лево, лево. Тот час. Начинает атаку Щасюк. Драговоз уже индивидуально постаравшись обыграть Сметанина Сергея. Не справился. Будема на драговоза. Затяжная атака получается. Да, какое-то время просто не могут выбраться. Из обороны дядьки. И это звоночек. Звоночек, что либо нужно брать тайм-аут, либо нужно что-то предпринимать. И 14 минут встречи и стекло. Дядьков получается только на контратаках делать свои опасные моменты. Ну, наверное, даже недостаточно опасные пока что. И Орел. Готовится ввести мяч. Попадает Григорий на Сметанина. И такая же ему сразу неудобный, сказал бы, пас. Хорошо, взрывная атака. И аут. Дело у нас ускорение. Дубина Александр. Сметанин на Боряченко. Видел, что вышел с ворот и сразу же туда в попытке как-то удивить. И прострел. Штанга. И сразу же. Ну, наверное, чересчур сильный активный отбор. От Чисевка извинился он. Попал он по опорной ноге. Но все-таки атаку он прервал. Могла бы быть достаточно успешной. Бурба Андрея на Боряченко. Хороший рывок не достает до этого мяча и приходится возвращаться сейчас. Нужно искать силы. Хотя бы дожать в первом тайме в ничейный счет. И это момент лучший наверное момент за первый тайм. Но Соболев все равно стоит на месте и он чувствует наверное лучшую игру чем вся команда. 9 из 10 мы дадим ему оценку в этой встрече, да? Это факт. Буряченко. Сметанин. Почему не подсказывает, что сзади не понимает? Но этого нету и мяч потерян. Буряченко. Хорошо в отборе играет Буряченко и выбивает мяч подальше от своих ворот. Дроговоз. Обыгрался Гудема и снова Дроговоз и снова Гудема. Так активно старается закачать но без перемещений все это не так опасно. Четыре футболиста просто стоят в своей зоне и ждут вот таких ударов ну которые честно говоря будем откровенно говорить не то что нужно. Ну судя по игре дизайн фасада то я могу сказать то что они наверное ищут вот в этом контроле мяча какие-то лазейки в обороне. пытаются растянуть оборону дядяк. Да но они вот непокалибиями честно говоря стоят пока хотя сейчас три футболиста остается и счастюк не выдержал просто эмоционально и побежал. Возможно это не в последний раз ну в первом тайме может мы уже и не увидим таких рывков а во втором я думаю все еще будет то ли еще будет Сметанин Чесюк на бойко не прошла передача дек он по мне не хватает ударов в этой встрече со стороны дяди и моментов не было чтобы бить вот только на контратаках у них получается доигрывать недоволен Плещук И опять начинают дизайн-коса свою атаку ну позиционно они и выигрывают Да ну конечно контроль мяча существенные и преимущество в этом не слабое а вот результат конечно по итогу на табло на данный момент 0-0 и всего 2 минуты играть не думаю что забьют за эти 2 минуты хотя все может быть это зависит уже от того как отрабатывают в обороне Декун поддел мяч до конца сыграл сметанин и вот вот та комбинация которую наверное хотелось бы видеть от дядя не ожидали мне кажется дизайн-фоса что так пройдут они спокойно потому что никто не встречал да и возможно это был первый звоночек на то что стоит быть осторожными драговоз индивидуальная игра и это первый мяч все-таки добились забивает бойко Андрей на 18-й минуте ему это удается сделать 1-0 и 2 минуты еще до конца первого тайма скрипка избавился от мяча сметанин вот так не забиваешь ты забивает тебе мы не раз это говорили просто правила мне кажется что не последний это был сегодняшний матч мы увидим конечно однозначно все-таки кажется что дядьки своего любил здесь сыграл рукой я разглядел это судья плечук да какой-то дворовой розыгрыш был и расстроили они судью этим розыгрышем небрежным будем так говорить как есть и свалил бурбана по лесчике ну и сейчас будет готовиться драговоз ввести штраф 0 посмотрим что придется еще ска снова драговоз и вот момент у скрипки может быть контратака приходилось сделать все возможное сейчас дубине Александру чтобы как-то там устоять на ногах но не дает разыграть этот аут свисток 1-0 дизайн фасад пока что выигрывает я хочу что-то